Всем привет на канале Щелкунчики. У меня закончился запас песка от Витокрафт, а это значит, что пора попробовать приобретенный еще в июне песок отечественного производства. Я эти песочки уже показывала в отдельном ролике, а сейчас хочу их открыть и проверить. Кроме песка хочу попробовать еще одну новинку. Эта купалка произведена моим супругом, которая мне очень нравится. Сделана она из фанеры и стеклопластика, чтобы удобно было наблюдать за происходящим внутри. Крышка украшена гравировкой с изображением дегу и она отодвигается по принципу пенала. Мне уже не терпится в нее что-нибудь засыпать, так что давайте начнем с первой коробки. Это песок для купания шиншилл, циолитовый, в упаковке 2 килограмма. Стоит он на момент выхода этого видео 110 гривен, это примерно 4 доллара. Покупался в магазине «Розетка». Это такой интернет-магазин, я часто пользуюсь им, потому что точка выдачи товара находится недалеко от моего дома, а значит мне приходится переплачивать за доставку. Плюс цены там дешевле, чем в стационарных зоомагазинах. Посмотрите, как выглядит сам песок. Очень внешне он мне похож на витокрафтовский. Крупной фракции, значит не должен особо пылить. Тоже обратите внимание на цвет. Циолит имеет желто-зеленый бледный оттенок. Вообще, если честно, не до конца понимаю, что производители имеют в виду под словом циолит. Это как бы группа минералов, которая насчитывает много представителей. Это все равно, что на упаковке яблок писать фрукты. Все циолитовые пески, которые я встречала, были более-менее одинаковыми на вид. Отличались только фракцией. Этот мне нравится, он хорошо рассыпается. Проверяем на девчонках. Боюсь, что они сегодня не настроены резво кувыркаться. Мася постоянно норовит сбежать на пол, а Даша в клетку. Так как купалка находится не совсем на их территории. Но я надеюсь, они чуть освоятся и со следующим песком будет лучше. Во второй коробочке у нас пудра для купания шиншилл. Масса такая же, как у предыдущего. 2 килограмма. Состав тоже циолит, но более мелкой фракции. Собственно, поэтому он и называется пудра, а не песок. Предлагаю открыть его и рассмотреть поближе. Вот как раз этот вариант подходит только для тех, у кого закрытая купалка. Либо витрина со стеклом. Потому что, если у вас клетка, все вокруг будет в пыли. Кстати, сыпать его неудобно. По консистенции напоминает муку. Поэтому я решила воспользоваться ложкой. Но зато песок мелкой фракции более тщательно очищает шубу. По-моему. А девчонки сегодня ни в какую не хотят работать на камеру. Сильно нервничают. Посему было принято решение поставить купалку в привычное для животных место. Я даже не успела включить камеру, когда Ашка залезла внутрь. А за ней и Мася. Можно заметить, как они сразу побелели, покрылись этой самой пудрой. И как из окошка полетела пыль. Кстати, я думаю, мы ошиблись с деревянной заслонкой на дверь. В ней нет никакого смысла. Не буду же я дегусов закрывать внутри купалки. Думаю, нужно придумать гибкую шторку. Может быть, тканевую или из кусочка винила. Или резины от камеры велосипедной. Не знаю, я еще подумаю. Фух. Ну, хорошо, что девчонки не боятся лезть в закрытую купалку. Я немного волновалась на этот счет. Раньше мы использовали только открытые ванночки. Кстати, забыла упомянуть. Если песок для купания сейчас стоит 110 гривен, то эта пудра стоит 145 гривен. Немножко дороже. Но мне нравятся оба варианта. И, скорее всего, я буду их смешивать. А на этом наш ролик подходит к концу. Если он вам понравился или не понравился, дайте знать. Спасибо огромное, что досмотрели его до конца. И увидимся в новых видео. Всем пока!